Россия пытается завербовать на войну против Украины афганских командос, в свое время прошедших подготовку в Великобритании и Соединенных Штатах. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на многочисленные афганские военные источники. Таких добровольцев команда с национальной армией. После прошлогоднего ухода западных сил в Афганистане осталось до 30 тысяч. Большинство из них скрываются, чтобы не попасть к талибам, которые их казнят. Многие из бывших воинов сейчас не имеют работы, поэтому для вербовщиков Кремля могут стать легкой добычей. По оценкам аналитиков, предложения могут принять до 10 тысяч таких людей. Пополнение ими армии российских оккупантов может оказаться значительное влияние на поле боя. Так считают эксперты. Так ли это? Поговорим далее. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». К нам присоединяется. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. В начале октября уже была информация о том, что ЧВК Вагнера ищет наемников в Европе, в таких странах, как Чехия, Польша, Германия, Франция. Теперь фигурирует Афганистан. Насколько все плохо у ЧВК Вагнера, хочется спросить. Ну, если они ищут среди афганских, как называемых, командоса, я хочу отметить, что командос – это просто очень громкое слово и не больше. И более никак не характеризирует этих людей с профессиональной точки зрения, с профессиональной позиции. Ну, тогда они действительно в полном отчаянии. Поскольку регулярная армия Афганистана, она никогда не демонстрировала вообще абсолютно никаких профессиональных навыков. Как таковой, это достаточно всегда было какое-то сумбурное образование, которое не могло выполнять свои первоначальные функциональные обязанности, несмотря кто бы их не обучал. Будь то Британская империя, будь то Советский Союз, будь то американские специалисты, кто бы не занимался обучением афганских военных, всегда эти военные лучше всего демонстрировали не боевые навыки, а навыки убегать с поля боя. Это уже притчевоязыцов, это во-первых. Во-вторых, я напомню, что еще в конце марта, начало апреля стало появляться большое количество сообщений в открытых источниках о том, что, ну, например, сирийские тигры Башара Асада готовы в количестве 15 тысяч присоединиться к России в войне против Украины. Потом появлялись сообщения о том, что собирались добровольцы из стран Африки. Там прям огромное количество было желающих поехать воевать в Украину на стороне России. Ну и, конечно же, появлялись сообщения о том, что ливийская национальная армия военного преступника халифы Хафтара также готова предоставить свои подразделения для России, чтобы те принимали участие в войне в Украине. Ну и, собственно, вопрос возникает, где они все. Это на самом деле очень сложно логистически обеспечить такое большое количество перемещения, такого количества личного состава. Это первый момент. Второй момент – это большая проблема языкового барьера, колоссальный языковой барьер, который себя будет проявлять в зоне боевых действий, особенно на передовых позициях, и проявлять крайне негативно. Третий момент – это все количество нужно как-то одеть, обуть, накормить, обеспечить оружием, боекомплектом, выплатить зарплату, которая намного больше, чем зарплата кадыровцев, кстати, поскольку они иностранные наемники. И, конечно же, обеспечить техникой, чего они не могут сделать даже для своих частично мобилизированных. У них практически все подразделения недоукомплектованы по технике и материально-техническому обеспечению. И это все они будут делать для тех, кто уже изначально известно, что не будет проявлять абсолютно никаких сверхъестественных профессиональных боевых навыков. Ну, если это правда, и афганские так называемые источники не обманывают журналистов американских из «Forging Policy», которые являются авторами данного материала, то тогда можно говорить, что Россия действительно находится просто в диком отчаянии. Как вы считаете, ну вот, да, все-таки какое-то обучение они проходили, вот эти вот афганские команды, громко назовем их так, все-таки, по привычной причине. Но все-таки, насколько они могут быть вообще боеспособны? То есть они, ну, грубо говоря, мы знаем, как те же талибы, да, там, афганские народы воюют у себя, но в условиях гор, соответственно, на родной земле за, опять-таки, с мотивацией за защиту родной земли. А тут мотивация будет, по-моему, меньше мере странная. Вот, ну и по большому счету, да, вот вы правильно сказали, что так, афганские наемники, но это отнюдь не бренд, который там действительно там может где-то быть использован, в том плане, что это там прославленные какие-то воины. Вот тут не совсем корректно даже сравнивать талибов, например, с афганскими, афганской армией, поскольку маджахеды, талибы, это действительно вот очень правильно подмечено, это мотивированные были люди, которые воевали с определенной целью. Афганская армия никогда, а в афганскую армию шли исключительно для того, чтобы, ну, чтобы выстраивать себе карьеру, быть карьеристом, зарабатывая деньги, устраивать, принимать участие в коррупционных схемах и не более того. То есть афганская армия, это не то, что воюет вообще, в принципе. И тоже напомню, что вот озвучивают цифру в 30 тысяч командос, а между прочим силы талибан на момент ожесточенных боевых действий составляли около 70 тысяч личного состава, при том, что общая численность афганской армии превышала 300 тысяч. То есть, ну, как бы, два талиба на одного команда в армии, где вообще соотношение 300 тысяч на неполные 70 тысяч противника, и эта армия бежала и проигрывала, сдавала практически все населенные пункты и города. Как они себя будут вести в совершенно чужеродной обстановке, совершенно в чужой стране, другие климатические условия, совершенно другой тип войны, абсолютно другой тип войны. Это полномасштабная война, в то время как талибы им противостояли в основном с легким либо тяжелым огнестрельным вооружением, в то время как, опять-таки, в афганской армии была и авиация, была и тяжелая бронированная, и легкобронированная техника и так далее. Ну, и тем не менее они проиграли. Поэтому из этого и выникает то, что коэффициент полезного действия от такого пополнения, но это будет все равно, что от чумовика среднестатистического. И то, наверное, даже частично мобилизированный, он будет как-то полезнее, чем афганский командос. Ну, очевидно, что Пригожину нужны какие-то, не знаю, расходные силы, потому что он продолжает также вербовку в колониях. Вот недавно появилось видео, где он опять призывает заключенных, и по данным российских правозащитников, за несколько последних месяцев было завербовано 15 тысяч российских заключенных. То есть будет такая продолжаться попытка найти, не знаю, какие-то кадры? Почему просто россиян не вербуют? Да, конечно, будет продолжаться попытка подобного рода вербовки. Ну, прежде всего, сейчас философия Чевака-Вагнер, скорее всего, сводится к тому, что нужны люди, которые действительно готовы совершать преступления, для которых не будет каких-то угрызений совести, потому что, в принципе, россияне, которые сейчас частично мобилизируются, так условно это назовем, а это все-таки гражданские лица. Это все-таки люди, которых забирают за гражданки, у которых не было абсолютно никакого желания принимать участие в боевых действиях, и которые в зоне боевых действий не только не будут иметь какой-либо мотивации и ощущать морально-психологическое давление от происходящего, но и будут испытывать сомнения, когда нужно идти на совершение военных преступлений. А, по сути, когда речь идет о зэке, он эти военные преступления вполне может совершать абсолютно безозрение совести, тем более зная, если ему пообещают, что по возвращению назад ему все равно все простят, и срок простят, и вообще он будет свободным человеком, ну и так далее. Особо делается же упор именно на подобного рода качества. Кроме того, зэки им, с одной стороны, у которых есть достаточно существенные сроки, там нужно отсидеть еще 5 лет, нужно отсидеть еще 10 лет, например, то им в какой-то степени даже и терять особо нечего в такой ситуации, и они с большим каким-то желанием идут в этот ЧВК в англер. Вот и на это и делается ставка в первую очередь, а не на простых россиян. Александр, ну вот мы опять завели разговор о Пригожине, вот что-то его в последнее время очень много в информационном пространстве, вот даже его именем уже назвали там целую линию обороны, которая там строится в Луганской области, к ней позже вернемся. Ну вот как вы считаете, Пригожина вот так много стало, вот это так просто так сложилось, или он действительно как-то готовит себя к какой-то вот, ну, возможно, должности, возможно, к какому-то такому влиятельному, не знаю, месту, где он будет еще больше иметь власти, иметь влияние на того же Путина и так далее? Ну, Пригожин не может иметь влияние, так сказать, на Путина, поскольку он является выкормышем Путина, точно так же, как и Рамзан Кадыров, который периодически демонстрирует какую-то там строптивость, мол, я не буду отправлять больше свои подразделения в Украину, мы и так предоставили России больше, чем нужно, и на следующий день отправляют очередную пачку, вот, в добрый путь, то, что называется. Это повышение ставки всего-навсего было, оплата его услуг, и что до Пригожина, то Пригожина сейчас брендируют, скажем так, из него создают бренд. А Пригожин в первую очередь это человек, который целиком и полностью зависит от Путина. Путин его держит не просто на поводке, а за ошейник, причем даже может этот ошейник и сдавливать. А ЧВК Вагнер это не независимая абсолютно какая-то структура, там, с наемниками, боевая сила, силовой блок. Это в первую очередь силовое ответвление от ФСБ. И ФСБ целиком и полностью так же контролирует, соответственно, ЧВК Вагнер и Пригожина. Все те функции, которые он выполняет, все те действия, которые он выполняет, он выполняет исключительно по указке сверху. Самый яркий пример тому. До 2022 года в ЧВК Вагнер была самая жесткая система отбора наемников. Например, там был жесткий отбор по возрастной категории, не более 40+. Там был очень жесткий отбор по профессиональным навыкам. Делались ставки именно на контрактников, профессиональных военных, особенно тех, у кого был боевой опыт. Срочник не подходишь. И особое внимание уделялось вот какой категории. В ЧВК Вагнер категорически не брались люди, у которых было криминальное прошлое. В 2022 год и что? И что происходит с ЧВК Вагнер? Оно практически полностью начинает состоять из зэков. А между прочим, идеологом именно этого строгого отбора был Евгений Пригожин. Вот его прижали, и он теперь разъезжает по исправительным колониям и с утра до ночи вербует зэков. Вот в принципе на каком уровне он находится во всей этой иерархии. Что на него надавили, и он теперь вопреки своей идеологии совершает подобного рода действия. И в целом, возможно, ему и готовят какого-то определенного рода место в общей иерархии, властной иерархии. Но на сегодняшний день его исключительно брондируют. Его брондируют, поскольку Министерство обороны России, армия России, в лице в первую очередь Сергея Шойгу, оно начинает себя дискредитировать в информационном пространстве. И этим пытаются воспользоваться главные соперники Министерства обороны РФ, пожизненные, скажем так, исторические. ФСБ, Лубянка. Лубянка начинает таким образом давить и перехватывать вот эту инициативу введения боевых действий, инициативу какого-либо, опять-таки, финансирования своих возможностей по продолжению этих боевых действий. У Фрунзенской набережной перехватили? Я думаю, что перехватили достаточно успешно. И будут в дальнейшем только лишь усиливать вот этот пиар своих собственных брендов в виде того же самого ЧВК «Вагнер». Спасибо вам большое. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», говорили о ЧВК «Вагнер», зачем они начинают вербовку в Афганистане, и будет ли от этого какой-то толк. Спасибо.